Здравствуйте дорогие друзья, это канал Все о кроссовках. Представляем вашему вниманию Nike DMSX Waffle. Эта модель является отсылкой ко временам существования компании Blue Ribbon Sports, ставшая впоследствии Nike. Именно вафельный протектор подметки, изобретенный Биллом Бауэрманом, стал визитной карточкой бренда. И да, первые образцы отливались из резины с использованием именно бельгийской вафельницы, которая практически сразу пришла в негодность. Разработкой наших сегодняшних кроссовок занималось подразделение DMSX, задачей которых является создание высококонцептуальных силуэтов и притворение их в жизнь. Скажем сразу, что модель получилась действительно интересной, с удобной колодкой, футуристичным дизайном, с ретроэлементами и хорошей амортизацией. И как всегда, перед началом очень просим вас подписаться на наш канал и проявлять свою активность в комментариях. Этим самым вы помогаете не терять мотивации выпускать новые видео. Итак, поехали! Вверх кроссовок комбинированный. Основа заготовки это натуральная кожа в виде спилка в передней части, дополненная легким, но прочным материалом рипстов по бокам. На заднике имеется одна накладка из спилки, вторая из искусственной кожи с нейлоновым покрытием. Подкладка шьется из синтетической ткани с небольшим слоем мягкой набивки внутри. Язычок выполнен в ретро стиле, с видимым слоем поролоном внутри. Все это дело напоминает модели Nike Daybreak и всеми любимые Blazer. Язычок покрыт искусственным нейлоновым текстилем с перфорацией и удерживается по центру шнуровкой и петлей. Если посмотреть на просвет, то естественная вентиляция обеспечивается при помощи перфорации на спилочной части заготовки. По бокам хоть и хорошо виден свет, но продуваемости тут нет, потому что материал очень плотный, тактильно очень похож на мягкий пластик. Стелька изначально немного приклеенная, но ее без проблем можно стелять для просушки или замены. Она тут достаточно простая, плоская, изготовлена из плотного поролона с небольшими вкраплениями из угольной крошки и покрывается тканью. Перейдем к подошве. Она здесь имеет очень необычный дизайн благодаря пластиковым накладкам. Визуально мне чем-то напоминает подошву от модели Nike Signal от того же подразделения DMSX. Ссылку на обзор оставим в описании. Кто не видел, пожалуйста, посмотрите на досуге. Она выглядит очень футуристично, отливается из пены, скорее всего это обычная EVO, очень легкая, достаточно плотная и упругая. Подметка, как вы уже догадались из названия, отливается из резины и имеет вафельный протектор, так что тракция у них должна быть на высоком уровне. Теперь о первом впечатлении. Если честно, то я любитель классических моделей, поэтому современные силуэты мне не очень заходят. Эти кроссовки не исключение, они на любителя. По удобству вопросов нет, колодка у них удобнейшая, на ноге сидят великолепно. Подошва легкая, хорошо амортизирует, ходить в них одно удовольствие, поэтому любителям кроссовок такого плана они понравятся на 100%. Модель полномерная, можете брать свой стандартный размер, мне идеально подошла американская восьмерка, на мою стопу 25,8 сантиметров. Сели как литые. О ценообразовании. Изначально модель в США продавалась по цене 100 долларов, что более чем круто для таких педалей. Но сейчас черно-белый Colorway можно отхватить в половину меньше. А вот серые там не продаются, либо закончились, либо для американского рынка в этом Colorway они не производились вовсе. В наших широтах цены обычно на 20-30% выше, потому что вся закупка в евро, да еще рекомендуемая розница в Европе выше, чем в Штатах. И серые как раз доступны, можно брать их, если есть желание. В принципе, все. Давайте уже смотреть, как они выглядят непосредственно на ноге. Это был обзор Nike DMSX Waffle. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно же, не забывайте комментировать. Субтитры сделал DimaTorzok